Уже 1 сентября этого года ученики школы номер 56 должны вернуться в стены родного учебного заведения. Такую задачу ставил глава города перед подрядчиками. Недавно была завершена замена кровли. Сегодня работа кипит на всех четырех этажах здания. Мы заменили перекрытия чердачные над кабинетом физики, химии и в актовом зале полностью заменили. Сделали огнезащиту всех деревянного настила, потолков. Видите, что с мэлом все зашито. Продолжаем работы в подвале. Там усилены фундаменты. Полностью идут работы по сантехнике, по электрике и так далее. Собственно, как и по всему зданию. Глава города по итогам обхода рассказал, что на данный момент нет никаких сомнений в том, что поставленная им задача будет выполнена. Главное даже не сам ход, а я вижу отношения подрядчика, то шансы все сохраняются и я думаю, что мы школу подготовим. Любопытный факт. В новой планировке отсутствует помещение для спортзала. Вместо него строится новый кабинет, в котором будут проходить уроки трудов. Вместо него будет зал для труда мальчиков. Там будут установлены станки и так далее. Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы подготовить само помещение, полы, электрическое оборудование и так далее, чтобы можно было установить станки. Это связано с тем, что для школы 56 в ближайшее время начнется строительство отдельного большого зала для занятий физкультурой. Сейчас в администрации готовят документацию для размещения на портале госзакупок соответствующего лота. Во-первых, он и был-то урезанный, я бы сказал, суррогатный, но не будет точно. Тем самым мы, скажем, сжигаем мосты. У нас остается только одно – построить новый отдельно стоящий спортивный зал, обеспечивающий полноценные занятия спортом для учеников. Согласно озвученным сведениям, подрядчик, который займется строительством спортивного сооружения, станет известен ориентировочно в мае. В это же время будут разыграны и остальные закупки, касающиеся оснащения и инфраструктуры образовательного учреждения. Сергей Трупанов, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ.